Это уже вторая попытка гражданских активистов вручить письмо консулу Испании с подписями граждан со всего мира. За Александра Павлова вступились жители Казахстана, России, Украины, Польши и Великобритании. Сегодня охрана посольства, полиция и прокуроры снова пытались не допустить людей в здании. Тогда активисты огласили петицию на свежем воздухе. Мы понимаем, что направленное Казахстаном требование об экстрадиции Павлова политически мотивировано. И настоящей причиной являются его близкие связи с критически настороненными как авторитарным управлением Нурсултана Назарбаева кругами. Мы знаем, что в случае экстрадиции Павлова им угрожают пытки и даже смерть в цели получения показаний. Испанские дипломаты обращение все-таки принимают. Его вручил несогласный Марат Жанузаков. Полчаса ожидания и выход к прессе. Активист вместе с Аказией передал испанскому народу дополнительную казахскую оппозиционную литературу. Я послу Испании в Казахстан передал книгу Мухтара Аблязова, чтобы он знал из первоисточников, кем является Мухтар Аблязов и по какому делу привлекается к ответственности Александр Павлов. То есть вас выслушали? Да, меня выслушали, но, к сожалению, посол не принял. Я говорил с работниками посольства. Посол обещал, через своих работников передал. После того, как он познакомится, ознакомится с содержанием письма, он меня пригласит на беседу. 38-летний Александр Павлов руководил службой охраны бывшего главы БТА банка Мухтара Аблязова. Сейчас он в испанской тюрьме. Все последние месяцы казахстанские издания неуспешно гадают, выдадут ли телохранители официальные Астане или нет. Предварительно решение будет принято в конце октября.